Здравствуйте! В эфире «Спортивная Оренбуржья» в студии Анатолий Юденич. Сегодня в программе. Две медали в Бразилии принесла в копилку сборной оренбургская легкоатлетка Александра Неделька. Битва в сердце континента. Лучшие российские бойцы предстали перед нашими зрителями на вечере ММА. Отблески золотой шайбы. В Сочи завершилась серия турниров по юношескому хоккею. Начнем с международных событий. Очередного успеха добились оренбургские легкоатлеты. Спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата. На крупном турнире в Бразилии блеснула студентка Оренбургского колледжа экономики Александра Неделька. В Рио-де-Жанейро столица будущих Олимпийских игр и Паралимпиады проходила очередной этап мирового гран-при – турнир бриллиантовой лиги. На этом старте тестировался главный стадион Бразилии – Маракана. Флаги сборной России защищали шесть спортсменов. Среди них Александра Неделька представляла Оренбуржье. Наша землячка выступала в двух дисциплинах и завоевала две медали. Серебро в прыжках в длину с результатом 4,38 метра сантиметров. И бронзу на 100-метровке, где Александра, показав 14,24 секунды, целую десятую скинула со своего личного рекорда. Другой наш кандидат на Паралимпиаду Дияс из Басаров сейчас в Рио не ездил, так как там не было его категории. Но, тем не менее, несколько дней назад в Оренбург пришли официальные заявки из Москвы. И теперь оба наших атлета гарантированно попадают в национальную сборную. Остались считанные старты. В начале июня в итальянском Гроссетте – чемпионат Европы. И в конце месяца в Чебоксарах – чемпионат России. Затем два сбора и вперед на Паралимпиаду в Бразилию. Добавим, что теоретические шансы попасть в сборную еще имеют оренбуржцы Илья Невмарин и Семен Картузов. В Оренбурге завершились чемпионат России и международный профессиональный турнир М1 Челлендж 66 по смешанным боевым единоборствам. В течение двух дней наша главная спортивная арена СКК Оренбуржьи была центром притяжения для всех любителей этого вида спорта. Чемпионат России в Оренбурге проходил впервые. В семи весовых категориях сражались около полутора сотен бойцов со всей страны. В такой авторитетной кампании у оренбуржцев бронзовая медаль. В весе до 70 килограмм ее завоевал в прошлом мастер спорта по вольной борьбе новотрайчанин Роман Богатов. По окончании российского первенства на арену вышли профессиональные бойцы. Шесть поединков было в программе уже четвертого по счету турнира «Битва в сердце континента». Здесь наше особое внимание было приковано к двум схваткам. Гордость Первомайского района Дамир Исмогулов против грозного соперника – грузинского спортсмена Раула Татураули. В третьем раунде, пожалуй, самого зрелищного боя вечера, наш земляк одержал победу техническим нокаутом. Он был претендентом номер один за бойцом. Теперь я думаю, что организаторы подарят мне такую возможность. Я повезу, что это происходит. В весе до 66 килограммов представитель Оренбургского клуба «Боец» Тимур Нагибин в упорной борьбе сломил сопротивление питерца Михаила Коробкова. Не выиграл единогласным решением судей. Бой недосрочный. Опасный футболок тоже, как первом раунде. Я планировал бой. Законишь первом раунде, чтобы доказать, что я финиш. Что я могу бой не срочно сбежать. Не получается. Ну а в главном бою турнира, титульном, в полутяжелом весе, встречались претендент, представитель клуба «Горец» Рашид Юсупов с действующим чемпионом организации Виктором Немковым. Что защищать, чтобы претендовать, все равно пять раундов драться, от этого не уйти. И соперники в любом случае серьезные за пояс выходят драться. Мне предстоит тяжелый бой. Я провел хорошую подготовку. Конечно же, были мелкие травмы, но в нашем спорте без этого никак. Ну, с помощью севышнего я все залечил и прошел хорошую подготовку. Я готов к пяти раунду в бою. Первый раунд проходил осторожно. В начале второго Рашид хорошо попал в серии и немного потряс Виктора. Третий раунд начался также с удачной атаки Юсупова, после которой Немкову пришлось не сладко. Но развить преимущество претенденту не удалось. Завершающий, пятый раунд, долгое время проходил в тактической борьбе. Никто не хотел рисковать. Время подталкивало Юсупова к активным действиям. Он понимал, что четвертый раунд проигран, а первые три судьи могли отдать кому угодно. Юсупов ждал до последних секунд, когда пошел на тейкдаун, который завершился удачно. Несколько секунд удержания и прозвучал гон. После небольшого совещания судьи прозвучало. Новым чемпионом становится Рашид Юсупов. М1-челлендж, лайт-хэви-вейк-чемпион Рашид Юсупов. Новый чемпион М1-челлендж в полутяжелом весе. Бывший соперик Немкова по прошлому финалу, экс-чемпион немец Штефан Пюц, в Оренбурге бился с Андреем Селицовым. Этот бой проходил в равной борьбе, но по окончании судьи единогласно отдали победу немецкому бойцу. И, возможно, именно он станет первым претендентом на титул. По словам почетного гостя турнира президента Федерации ММА России Федора Емельяненко, Оренбургский турнир получился отличным. С каждым днем смешанное единоборство в России становится все популярнее, а интерес к этому виду спорта проявляется на самом высоком уровне. В Сочи завершился всероссийский хоккейный юношеский турнир на призы клуба «Золотая шайба». Оренбуржни на соревнованиях представляла Орская команда «Степные орлы». Это состязание в младшей возрастной группе. Участники – ребята 2005-2006 годов рождения со всей страны. Орчане по праву отправились в Сочи. Орлы стали безоговорочными победителями соревнований Оренбургской области, выиграв все свои встречи с фантастической разницей забитых и пропущенных шайб 136-1. В течение года хоккеисты принимали участие в различных турнирах и, можно сказать, набирались опыта. Первую же встречу на Черноморском побережье наши земляки провели на ура. Разгромив соперников из Магадана – 10-1. Главным героем матча стал Сташа Рузавин. Четыре гола и две результативные передачи. Какое место настроено завоевать в Сочи? Ружу первое, но хорошо, который завоевал. Ты впервые в Сочи? Да. Красивый город, очень много красивых деревьев. Таким впечатляющим стартовым результатом Орчане сделали серьезную заявку на лидерство в своей группе. Поэтому второй матч с соперниками из Рязани становился ключевым. И «Орлы» его выиграли со счетом 3-1. Голы забивали Гаврюшин, Кручинин и Фомин. А лучшим игроком матча был признан наш вратарь Илья Елен. Тяжело сегодня было тебе в матче? Можно сказать, что очень тяжело. Сколько примерно бросков ты проведешь? Бросков 20. Последнюю встречу в группе «Орчане» также выиграли. У соперников из Севастополя 5-0. Шайбы в составе «Орчан» забросили Кручинин, Гаврюшин, Рузавин, Зацепин и Фомин. Выиграв группу, «Орчане» попали в число 16 лучших команд турнира. Но в первом же матче плей-офф, 1-8 финала, нашим соперником стал один из главных фаворитов – Нижегородский Олимп. В борьбе «Орлы» уступили 1-4. Единственная шайба на счету Ивана Фомина. Наша команда продолжила выступление в утешительном турнире за места с 9-го по 16-е. Ребята крупно обыграли «Муромский Кристалл» 5-1. Но в следующем матче буквально попали под каток Челябинской школы Олимпийского резерва 1-8. Я думаю, мы сыграли плохо. Некоторые установки тренера не выполняли. И на это сложилась вся игра. К чести юных «Орчан» такое поражение психологически их не сломало. И в заключительном матче за 11-12 места с новгородским «Ети» «Степные Орлы» вырвали победу со счетом 3-2. Причем решающую шайбу «Орчанин» Максим Сахаров забросил одновременно с финальной сиреной. Вот это развязка. Гол! И он будет защитным! И он будет защитным! Сахаров! Сейчас очень примечательно было. Да, на судью запрыгнули. В итоге наша дружина заняла 11-е место. А при 56-ти командах-участницах результат вполне достойный. В прошлый выходной праздновал юбилей известный тренер Оренбургского района по легкой атлетике Николай Приходков. И отметил он его по-спортивному новым турнирам. Бывшие воспитанники Николая Григорьевича организовали в его честь беговой турнир, собравший на дорожке аграрного колледжа в Покровке ровно 100 участников. От самых юных до ветеранов. Дистанции от 100 до 1500 метров. Уроженец Дедуровки Приходков делал первые шаги в легкой атлетике под руководством прославленного тренера Николая Валуева. Он трижды выигрывал первенство России среди сельских школьников в беге на 400 и 800 метров. После вуза, переехав в подгороднюю Покровку, стал тренировать. Сначала в средней школе, а затем в аграрном колледже. И вот уже 39 лет работает тренером-преподавателем. Теперь высшей категории. Ты начала 1-18, ты второе шею пробежала быстрее. То, что ты меня обогнала, и ты встала. Среди его воспитанников – победители и призеры российских окружных и областных турниров. Команда колледжа успешно выступает на областных спартакиадах среднеспециальных учебных заведений. В Покровке проходит День бегуна, летний полиатлон и эстафета по улицам села. За свои заслуги Приходков был удостоен звания отличника народного просвещения, стал почетным гражданином Оренбургского района. Легкоатлетический турнир на его призы планируется сделать традиционным. И в завершение дзюдо. Оренбурженка Ситора Байматова стала бронзовым призером юниорского Кубка Европы в Астрийском Лебнице. Байматова провела на татаме три поединка, два из которых завершила в свою пользу. В стартовой встрече Кубка Европы наша землячка одолела венгерскую спортсменку, а в схватке за бронзу сломила сопротивление представительницы Германии. Ну что ж, на сегодня это все новости. Я с вами прощаюсь. Всего наилучшего. Субтитры подогнал «Симон»!